Звезда Голливуда Рене Зельвегер известна всем и каждому, а вот на какие крайности была готова пойти актриса, чтобы получить заветную роль Бриджит Джонс, многим неизвестно. Набирать лишние килограммы и менять акцент знаменитости было совсем непросто. Рене родилась в семье эмигрантов из Европы. В детстве девочка обожала старшего брата, всюду следуя за ним. Когда Эндрю увлекся бейсболом, сестренка тут же записалась на этот вид спорта, чтобы вместе проводить время на тренировках. Рене настолько увлеклась спортом, что решила стать олимпийской чемпионкой. Но полученная на тренировке травма поставила крест на спортивной карьере. Школьница записалась в драм-кружок и после школы поступила в Техасский университет, став киноискусствоведом. В колледже Зильвегер посещала курсы драматической, еще не зная, насколько эти знания пригодятся ей в дальнейшем. В своей первой роли девушка не промолвила ни слова. В картине «Под кайфом и смятением» она появляется в одном эпизоде, сидя в голубой машине. После этого начинающие актрисы стали предлагать работу в третьесортных фильмах. Только в ужастике «Резня бензопилой по-техасски 4» эффектная блондинка смогла произвести достаточное впечатление на публику. Появившись рядом с Томом Крузом в спортивной драме Джерри Магуайер, Рене стала настоящей знаменитостью. То, что дневник Бриджит Джонс станет настоящей сенсацией, Рене Зильвегер поняла сразу. Она решила любыми путями пробиться в экранизацию романа «Хеллен Филдинг». Ведь история о полной неуверенной в себе молодой женщине, влюбившейся в настоящего плейбоя, должна была затронуть сердца миллионов зрительниц. У Рене была небольшая проблема с перевоплощением в толстушку. В жизни она была худощавой, но ради роли прибавила 9 килограмм в кратчайшие сроки. Чтобы ее формы округлились, 46-килограммовой девушке пришлось съедать каждый день по 4000 калорий. Наконец, Рене стала похожа на свою героиню. Режиссеры потребовали, чтобы Зильвегер перешла с американского акцента на английский. Она выполнила и это требование, устроившись для этого работать в английское издательство «Секретарши» на целый месяц. Наконец, все преграды были устранены и начались съемки. Фильм стал настоящей сенсацией. Спустя три года было принято решение снять сиквел. Вопрос выбора актрисы уже не стоял. Только в этот раз Рене пришлось набрать целых 15 килограммов. Подобные жертвы стоили того. За участие в первой картине Рене получила гонорар в сумме 3,75 миллионов долларов. На то, чтобы вернуть себе блэйформы, Рене пришлось потратить немало усилий. Она целых два месяца не вылезала из тренажерного зала и питалась по диете, разработанной специально для нее. Долгих 12 лет о судьбе Бриджа Джонс не было ничего слышно. А затем была снята третья часть фильма. По сюжету главная героиня забеременела, но не знает, кто является отцом. Либо герой Колина Ферта, либо Патрика Демпси. В карьере актрисы было еще, в том числе, принесших ей Оскар и другие престижные награды. Но Бридж Джонс стала для нее визитной карточкой. С первой любовью Рене не повезло. Девушка влюбилась в рокера Симпсона Эллиотта. Естественно, музыкан злоупотреблял спиртным и наркотиками. В какой-то момент Дельвекер не захотела мириться с подобной ситуацией и ушла. А парень, не выдержав разлуки, застрелился. Затем была интрижка с Джимом Керри протяженностью в год. Все ждали объявления о свадьбе, но ветреная Рене влюбилась в Джорджа Клуни. Так что с Джимом они расстались с друзьями. Был в жизни звезды четырехмесячный брак с кантри-исполнителем Кенни Честни. Им даже не пришлось ходить в суд, чтобы развестись. Этот союз просто аннулировали. Долгих четыре года Рене была влюблена в Брэдли Купера. Сорокалетняя женщина мечтала о тихой семейной жизни. А звезда актера только что взошла на небосклоне. Поэтому ему хотелось жить и развлекаться на полную катушку. Так что им пришлось распрощаться. Они остались хорошими друзьями. Часто проводили время вместе. Купер даже расстался со своей новой девушкой, которую раздражали его постоянные беседы с Рене. Сейчас сердце Зильвекер занято музыкантом Дойлом Брэмхолом. Непонятно, дойдет ли дело до свадьбы. Но пока пара вместе и вполне счастлива. В 2019 году Рене предложили сыграть голливудскую звезду прошлых лет Джуди Гарлин. В картине Джуди эта роль принесла актрисе Оск. Как видите, жизнь звезды – это не только яркие и счастливые моменты, но и падение, и долгий поиск личного счастья. В жизни Рене Зильвегер все получилось. Она богата, любима и знаменита. Наверняка актриса вдохновилась опытом своей героини Бриджит Джонс и стала счастливой, напоминая миллионам женщин, что и они так могут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...